Приветствую! Урок 24, и в этом уроке мы изучаем смену состояния на примере двух Activity. На прошлом уроке мы рассмотрели, какие состояния проходит Activity за время своего существования, и какие методы при этом вызываются. Но мы видели Activity только в состоянии Result, то есть его видно и оно в фокусе. На этом уроке, на примере двух Activity, попробуем понять, в каком случае Activity может оставаться в состоянии Start, т.е. не видно и не в фокусе, но существует в памяти. Создадим проект ProjectNameP024.1 toActivityState. Main.xml пишем следующее. Обратите внимание, данная ошибка связана с обновлением версии. Изменилось имя по умолчанию строковой константы в файле strings.xml. Скопируйте правильное имя константы из данного файла. Кнопка GoToActivityTo будет вызывать второе Activity. Откроем MainActivity.java и пишем туда все методы, на этот раз включая OnRestart. И в методах прописываем запись в логе. Также описываем и находим кнопку, присваиваем ей обработчик. В методе OnClick пока ничего не пишем. Какие методы и в каком порядке вызываются при работе одного Activity мы видели на прошлом уроке. Сейчас нам интересно поведение при двух Activity. Поэтому создаем второе Activity. Назовем его ActivityTo. Вспоминаем прошлые уроки. Надо создать класс с таким именем и супер-классом AndroidAppActivity и прописать новое Activity в манифест-файле. Также надо создать layout-файл, назовем его To.xml и заполним этим кодом. Просто TextView с текстом, чтобы было понятно, что это ActivityTo. Создаем класс. Код ActivityTo.java. Не забудьте добавить запись об ActivityTo в манифест. И теперь мы можем дописать код метода onClick в mainActivity.java, прописав там вызов ActivityTo. Фильтр логов должен был остаться с прошлого урока. Используем его. Если нет, то создайте фильтр по тегу states. Все сохраним и приступим к испытаниям. Шаг 1. Запускаем приложение. Появилось MainActivity. Смотрим логи. Как и в прошлый раз, вызываются три метода. Activity проходит через состояние Stopped, Post и остается в состоянии Resumed. Шаг 2. Жмем кнопку GoToActivityTo. Появляется ActivityTo. Разберемся в логах. Вызов MainActivityOnPost означает, что MainActivity теряет фокус и переходит в состояние Post. Затем создается, отображается и получает фокус ActivityTo. Затем перестает быть видно MainActivity. Обратите внимание, что не вызывается он Destroy для MainActivity, а значит оно не уничтожается. MainActivity остается в памяти, в состоянии Start, а ActivityTo находится в состоянии Resumed. Его видно и оно в фокусе, с ним можно взаимодействовать. Шаг 3. Жмем кнопку Назад на эмуляторе. Мы вернулись в MainActivity. Смотрим логи. ActivityToOnPost означает, что ActivityTo теряет фокус и переходит в состояние Post. MainActivity должна восстановиться из статуса Stabbed. В конце прошлого урока я написал, метод OnRestart вызывается перед методом OnStart, если Activity не создается с нуля, а восстанавливается из состояния Stabbed. Это как раз наш случай. MainActivity не было уничтожено системой, оно висело в памяти. Поэтому вызывается MainActivityOnRestart. Далее вызываются методы MainActivityOnStart и MainActivityOnResume. Значит, MainActivity перешло в состояние Post и Resumed получило фокус. Ну и вызов методов OnStop и OnDestart означает, что ActivityTo было переведено в статус Stabbed и было уничтожено. Шаг 4. Жмем еще раз назад и наше приложение закрылось. Логи показывают, что MainActivity перешло в состояние Post, Stabbed и было уничтожено. Если с первого раза непонятно, попробуйте прогнать алгоритм несколько раз и сверяйтесь со схемой прошлого урока. Она достаточно наглядная и поможет разобраться. Попробуйте расписать всю схему на бумаге и нарисовать смену статуса в Activity. Я здесь тоже приведу схему шагов для наглядности. Мы увидели, что Activity не обязательно уничтожается, когда его не видно, а может оставаться в памяти. В связи с этим, думаю, наверняка возник вопрос, почему на шаге 2 MainActivity исчезла с экрана, но осталось висеть в памяти и не было уничтожено. Ведь на шаге 3 было уничтожено ActivityTo после того, как она пропала с экрана. А на шаге 4 было уничтожено и MainActivity. Почему шаг 2 стал исключением? Об этом мы поговорим на следующем уроке. Так как этот и так получился слишком заумным. Но тема очень важна и одна из ключевых для понимания принципов работы Android. Если чего-то не получилось, задавайте вопрос на форуме. На следующем уроке рассмотрим немного теории по Task, а также будем фиксировать Activity в состоянии Post. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok